Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Мусорный полигон в Барнауле в ближайшее время планируют закрыть. Где возможно построят новые полигоны? Что об этом думают местные жители? Фитнес-центры, рестораны, детские сады, возможно, школа. В Барнауле сегодня обсудили, как будет выглядеть речной вокзал в будущем. Увидеть кумира вживую. Мальчик из Барнаула смог пожать руку Хабибу Нармагомедову. Жители Первомайского района поднимут бунт. Они не согласны, что в паре километров от их домов появится мусорный полигон и собирают подписи против. Под документом уже сотни подписей слова Артема Гусельникову. Сейчас на этом месте поле, но возможно уже скоро здесь появится новый мусорный полигон. Жители близлежащих деревень возмущены ситуацией. По их мнению, это негативно скажется на экологической обстановке. Администрация Первомайского района отказалась дать официальный комментарий, но по предварительной информации эта территория полностью соответствует всем необходимым требованиям строительства. Люди в шоке от идеи строительства полигона здесь, буквально в двух километрах от их домов. Березовка, уверены, жители первой будет ощущать такое соседство. Пару дней назад в этом селе и поселке Новый Первомайского района прошли массовые собрания, где люди собирали подписи против. Это не заброшенные земли. Рядом земля пашется, сеется. Рядом сеются злаковые. Сейчас там растет картошка. И вот эта картошка пойдет в небезызвестные сети торговые. И весь Барнаул скушает ее. И Новоалтайск скушает. И пойдет пятнами. Главное, чтоб не трупными. Сейчас основной объем нашего мусора принимает Барнаульский полигон. О его переполненности говорят уже давно. И в 2017 году даже всерьез рассматривали территорию Центрального района для строительства нового хранилища. Тогда от идей отказались. А тем временем городской свалки работать до 2023 года. И новый вариант есть – Первомайский район. Здесь, по данным компании «Механизатор», на почти 600 гектарах должен появиться экотехнопарк. Это сам полигон, мусоросортировка и завод по переработке макулатуры и растительного сырья. Правда, перерабатывать будут лишь 30% мусора. Остальное, уверены, в Березовке будет вонять. Рядом с селом уже есть очистные сооружения. И, по словам людей, им и так трудно дышать. Еще один страх жителей – что мусор в прямом смысле уйдет в почву. Соответственно, загрязнение значимых для хозяйства страны ресурсов, то есть каких-то там полезных ископаемых. Даже культурное наследие там не задето. Все предусмотрено. Те данные, которые нам сейчас стали известны, что на глубине 12 метров нет грунтовых вод. Мы считаем, что информация недостоверная. То есть нужно сравнивать периоды засушливые и дождливые. Рядом находятся русла реки и все стоки потекут в нее. Правда, с законодательной точки зрения, расстояние до русла реки – 600 метров – допустимо. Проекта полигона пока нет. Проведены лишь изыскательные работы. Если место будет выбрано окончательно, говорят в Минприроде региона, информация о нем появится в территориальной схеме. Власти Первомайского района обещают вынести эту тему на общественные слушания. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Бизнесмен Нодар Шони рассказал, как будет выглядеть территория речного вокзала в будущем. Сегодня его выслушали члены общественной палаты города. На соседании была и наша съемочная группа. Вопрос о застройке территории речного вокзала рассматривается уже чуть ли не в десятый раз. Его судьба по-прежнему волнует многих барнаульцев. Сегодня проект обсуждали члены общественной палаты. Бизнесмен Нодар Шони, он же новый собственник здания, уверяет, строительная компания хочет не просто куда-то вложить деньги и застроить территорию. Есть желание преобразить общественное пространство. Инвестор, любой инвестор, перед тем, как начать, приступить уже к проектированию, он изучает, проводит мониторинг по освоению данной площадки. Это в первую очередь мы изучаем мнение жителей города, чтобы на этом месте было бы востребовано для жителей города. Поэтому в планах инвестора создать популярное среди горожан место, которое не будет сливаться с окружающей застройкой. По словам Нодара Шони, у жителей останется доступ и на набережную, и на причал. По проекту новый объект станет единым целым с набережной. Планируется, что на этом месте появится многофункциональный комплекс с двумя жилыми домами, офисами. Здесь же будет парковка примерно на 850 мест, рестораны, а также фитнес-центр и частный детский сад на 80 мест. «Эта часть, луговая, Томстова, она, мягко говоря, депрессивная. Ее нужно раздевать, чтобы там появились люди, чтобы там вдохнула жизнь. Появятся и школы, и детские сады». «Сами-то себе школы не появятся. Они должны проектироваться, они должны предполагаться и все прочее. Второе, это детский сад, это хорошо, но это тоже мало. 80 мест это немного. И сразу же вопрос, а почему именно частный детский сад? А почему не запланировать и передать его муниципалитет и сделать нормальным детским садом?» Так что новый объект может решить сразу несколько проблем, в том числе острый вопрос с детским садом и школой в старой части города. И все это вместо полуаварийного здания, которое, откровенно говоря, в последние годы было никому не нужно. И при этом в Барнауле все еще остаются противники застройки речного вокзала. «Инвесторы, которые многомиллиардные деньги, которые вкладывать готовы, у них руки опускаются и уходят. Ну и станет этот объект с разбитыми окнами, с разбитыми там фасадами. Ну кому от этого будет лучше?» По словам Нодара Шони, в строительной компании готовы прислушиваться к мнению жителей города. Поэтому уже сейчас понятно, эта встреча с общественниками далеко не последняя. Не исключено, что когда объект построят, его оценят даже самые крепкие скептики. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. А между тем в здании бывшего речного вокзала начали демонтаж уникального мозаичного панно. Оно было создано из настоящих колыванских камней и украшало здание много лет. Специалисты колыванского камнерезного завода аккуратно снимают фрагменты и упаковывают все детали. Принять мозаику, которая не случайно называют произведением искусства, готовы в художественном музее края. По словам его сотрудников, там уже созданы условия для хранения панно, ведь оно и так заметно пострадало от времени. Есть сколы и трещины, и нельзя допустить его дальнейшего разрушения. Особенность вот этой мозаики, что это исключительно камень колыванский поделочный. Это само по себе очень ценно. А второе, что профессиональные художники, они абсолютно в русле искусства отечественного, вот тех 70-х, 80-х годов работали. То есть это, конечно, тема труда, это очень жизнеутверждающая, оптимистическая, в самой композиции и в цветовом решении. Добавим, что мозаике почти 40 лет. Это первое крупное творение колыванских мастеров. Она создана по эскизам художников Георгия и Ольги Алексеевых. Прежде чем барнаульцы вновь увидят панно, проведут серьезные реставрационные работы, произведения искусства, как и положено, разместят в одном из залов художественного музея на Октябрьской площади. Накануне дня медработников Барнауля открыли интерактивную фотовыставку. Есть такая профессия жизни спасать. Сложный период осени, конца прошлого года удалось пройти во многом за счет того, что мы мобилизовали вообще все силы, которые только есть во всей системе, включая студентов нашего государственного медицинского университета, включая студентов наших колледжей медицинских. Все это так. Но на передовой были, есть, остаются, конечно, непосредственно врачи. Экспозиция расположена у театра драмы и будет длиться до 1 сентября. 20 модулей посвящены главным образом тем, кто боролся с коронавирусной инфекцией весь 2020 год. Причем гости мероприятия уже не исключают, что актуальность выставки лишь будет расти. В данный момент я испытываю опаску, потому что очень неутешительные тенденции у нас в России. Поток больных увеличивается. Глядя на Москву, мы всегда от Москвы отстаем на 3-4 недели. Не видя, что происходит там, становится страшно. Скоро будет здесь то же самое. В Алтайском крае могут ужесточить антиковидные меры. Сейчас проходит заседание Оперштаба по противодействию коронавирусу. Вводить локдаун не хотелось бы. Это мнение председателя КЗС Александра Романенко. Что депутаты думают по поводу возможной обязательной вакцинации и какие еще вопросы обсуждали сегодня на сессии, расскажем далее. Лето прошлого года. Не работали спортзалы, кафе, рестораны, кинотеатры. Большая часть предприятий организации на удаленке, некоторые лишились работы. Сейчас ситуация по заболеваемости в регионе ухудшилась, но локдауна хотелось бы избежать. Об этом говорил сегодня председатель краевого парламента. Однако, по его мнению, обязательные меры могут ввести. Я поддерживаю сегодня выступление моего коллеги Семенова Владимировича. Это моя точка зрения. Я за усиление, может быть, пока в начальной стадии усиления информационной агитации, но, может быть, жестко заставлять пока не нужно. Но вот усиление информационной агитации по прививочной кампании. От одной кампании к другой сегодня депутаты приняли постановление о назначении выборов депутатов Госдумы и ОКЗС на 19 сентября. С сегодняшнего дня начинается по факту избирательный процесс. Для политических партий он начнется с момента проведения конференции, собраний, которые выдвинут кандидатов. Ну а для кандидатов-одномандантников с момента того, как они занесут документы в окружные избирательные комиссии. Депутаты приняли сегодня поправки в закон, чтобы избежать двойного толкования норм о расчете налогового патента. Сейчас на розничную торговлю он рассчитывается, исходя из общей площади объекта. Поправки предполагают расчеты с площади торгового зала. Раньше такую норму применяли при исчислении налога на вмененный доход. В сельской местности у нас есть предприниматели, они нам показали это оперативно, свои данные, где есть магазины бывшей конторы колхоза, да, скажем так. Контора большая, 500 квадратных метров, а площадь торгового зала 40 квадратных метров. Вот представьте, какая стоимость была бы для этих предпринимателей. А еще сегодня народные избранники расширили возможности детей-сирот на получение жилищных сертификатов. Теперь дата вступления в силу судебного решения о предоставлении квартиры не важна. Главное, чтобы оно просто было. Кстати, это была последняя сессия в этом политическом сезоне. Впереди у депутатов два месяца каникул. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Больше 70 инженеров края пройдут переподготовку по губернаторской программе. Такие курсы на Алтае проводят впервые. Их основная миссия – повысить качество кадров для промышленности и энергетики региона. Любая программа, которая направлена на получение каких-то новых знаний, допустим, это очень полезно. Новые специалисты, инженерные кадры, которые приходят, они как бы молодцы, вливаются в предприятие, но продолжения никакого нет. Они как бы исчерпывают себя, останавливаются на каком-то моменте. И когда получают новые знания из этих программ и потом внедряют на предприятие, это большой шаг. Программа рассчитана на три с половиной месяца. Вести курсы будут преподаватели политехнического вуза и практикующие специалисты. Главные темы занятий – подготовка производства и управления. Причем обучать будут не только на лекциях и практических занятиях, но и в формате деловых игр и мастер-классов. А по итогу слушатели пройдут аттестацию. Житель краевой столицы ищет дом для целой рощи маленьких дубков, которые он вырастил сам. Не так давно барнаулиц Дмитрий Шмарев привез домой 53 желуди и удивился, что они все взошли. Что молодой человек планирует делать с таким молодняком, расскажет Маргарита Гартунг. Я вчера их поливал, теперь именно завтра только. Сувениры бывают разные – магнитики и открытки. А вот барнаулиц Дмитрий Шмарев привез из Петербурга 73 желудя. Из любопытства рассадил их и спустя месяц удивился. Я, честно говоря, не ожидал, что столько вырастет, потому что думал, может быть, 10-20 штук максимум прорастет, но проросло гораздо больше. И теперь я не очень представляю, где это как бы самому мне можно будет высадить. Поэтому вот решил немного огласки это придать. 53 дубовых ореха уже проросли, другие на подходе. Так что Дмитрий ищет для малышей теплый и солнечный дом. Даже написал об этом пост в соцсетях. Кстати, первым откликнулись парки Юбилейный. Представитель Общественного совета по озеленению парка Никита Колесников рассказал, что почва Юбилейного благоприятна для высадки дуба. Но сейчас это делать рано. Дерево слабое, и прохожие могут случайно на него наступить. Пока мы на подрост, как в питомничек небольшой, их посадим рядом с прудом, чтобы был доступ полива. Когда они подрастут, достигнут порядка метра, там 70 сантиметров, уже тогда можно будет их рассаживать уже непосредственно по территории в аллеи, либо в какие-то сквер, непосредственно на территории парка Юбилейный. Кстати, в институте Лисовенко нам подтвердили, что Алтай – идеальное место для дубов. Условие одно – высаживать нужно там, где будет постоянный уход. В условиях Алтайского края частенько дубы повреждаются в зимнее время, то есть это повреждаются однолетние побеги. Плюс, если зима была морозная и осень, лето было холодное, дождливое и осень дождливая была, то частенько у дубов есть морозобойные трещины с южной и юго-западной стороны. В результате таких трещин попадают микроорганизмы и древесина начинает разрушаться. Если в этом году их не заберут, высажу на участки и через год, через два, допустим, уже потом побольше, когда они вырастут, их ждать. По словам Дмитрия, он собрал желуди в самых живописных местах северной столицы – Александровский, Летний сад, Кронштадт и Царское село. Все для того, чтобы передать городу частичку любимого Петербурга. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов, День с толком. У бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нур Магомедова появился друг в Барнауле. Это 9-летний мальчик Данил, который пожал руку кумиру в Дагестане и недавно вернулся домой. Подробности у Дмитрия Дроздова. Данил не пропустил ни одного боя своего кумира. Экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нур Магомедова. Мальчик следил за его карьерой и читал информацию. И мечтал когда-нибудь увидеть вживую знаменитого спортсмена. Но даже не ожидал, что мечты исполняются так быстро. Хабиб ответил на письмо ребенка и предложил встретиться. Правда, родители Данила думали о встрече онлайн, но чемпион пригласил мальчика на свою родину – в Дагестан. Ребенок вернулся на днях. Я, честно сказать, представлял его немножко другим. Но, скажем так, сердце у него было такое же, как я представлял. Доброе, отзывчивое. Ну, не то, что там привет, да автограф им куда-то полетел. Он прям со мной поговорил, подарил мне подарок, можно так сказать, моей мечты. И я очень был этому тронут. Ну, конечно, когда встретились, даже в маске тут понятно, что это подошел Хабиб, потому что взгляд этот спутать очень сложно с кем-то. Встреча проходила в аэропорту, и многие его сотрудники говорили – прилетел друг Хабиба. Об этом заявил и сам чемпион, и пообещал нанести ответный визит. Прилечу, обязательно мы там увидимся. Хорошо? Так что буду знать, чтобы на улице у меня появился друг. Для него это было очень важно увидеть и понять, что это есть на самом деле, все это живое. Потому что мне даже через видео было видно, насколько непостановочно все было. То есть Хабиб на самом деле он живой, он настоящий. И те эмоции, которые он Данилу подарил, это дорогого стоит. Кстати, в ходе беседы Хабиб предложил Данилу попробовать забрать у него чемпионский пояс. Боец подарил Данилу футболку и автограф. Пожелал оставаться молодцом и слушаться родителей. В соцсетях такие действия Хабиба у некоторых вызвали недопонимание. Мол, сам Хабиб мог бы и оплатить лечение ребенка. У Данила ДЦП и он регулярно проходит реабилитацию. Но сами родители мальчика не согласны с такими комментариями. Говорят, для ребенка были очень важны эмоции и общение с кумиром, а не перевод ситуации в деньги. И тем не менее, на этом чудеса не закончились. Уже после встречи с Хабибом на маму Данила вышел человек, который пожелал остаться неизвестным и предложил помочь оплатить реабилитацию Данила. Вот так мечты избываются. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 20-40 кнопки в социальных сетях. Не забывайте телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды, спонсор прогноза компании Валар. До встречи в эфире и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok